Здравствуйте, любители аудиокниг, страстей и пошлых развлечений. Хочу заметить, что полная книга доступна по ссылке в описании. Ну а если вы мужчина и хотите пошалить по телефону, вторая ссылка под видео. Звоните! Альбина Новохатько. Синдром боли. Глава первая. Каждый день, вот уже на протяжении пяти лет, Ян Панфилов заведовал отделением нейрохирургии. Одаренный, успешный, знаменитый на весь мир, о такой жизни можно только мечтать. Он брался за самые сложные, бесперспективные, по мнению коллег, случаи и всегда выигрывал. Но мало кто знал его вторую, темную сущность, которую он тщательно скрывал от людских глаз. Консервативный, всегда сдержанный, тактичный, всех его достоинств не перечесть, так думало окружение. Утром он входил в холл городской клинической онкологической клиники. Его лицо, словно застывшая маска, не выражало никаких эмоций. Сухим тоном здоровался с медперсоналом, затем поднимался в свой офис, одевал белоснежный халат и начинал обход. Женщины, затаив дыхание, ловили его взгляд, внимательно слушали, мечтали о нем, но он четко разделял личную жизнь и работу. После тяжелого дня Ян переодевался в роскошный костюм, застегивал на запястье дорогие часы, покидал клинику, садился в свою шикарную спортивную иномарку и ехал в частный загородный клуб, членом которого являлся уже как два года. 35-летний мужчина скрывал много тайн. Санкт-Петербург. Наши дни. Красивый, богатый, обаятельный и отзывчивый. Так отзывались Аяне и его соседи в элитной высотке московского района. Каждое утро, покидая квартиру, он приветливо кивал жильцам, помогал бабушкам с пакетами, затем садился в свою машину и ехал в клинику. Но прежде чем войти в холл, он доставал мобильный телефон, проверив почту, и если приходило долгожданное письмо, мгновенно отвечал, губ касалась легкая усмешка, и он, предвхушая интересный вечер после трудового дня, приступал к работе. Доброе утро, дамы. Ян приветливо кивнул персоналу у стойки администрации. Женщины, девушки, парни, затаив дыхание, ждали распоряжений. Ян взял планшет, изучив план работы на весь день, возвращался к сотрудникам. Темные глаза сверлили присутствующих насквозь. Он будто видел их мысли, чувства, а они боялись дышать. Но в этот раз что-то пошло не так. Взгляд Яна застыл на девушке. Она стояла у автомата с кофе, отчаянно постукивая по кнопкам. Ян Владимирович осторожно позвала старшая медсестра Юля. Ян жестом остановил ее, продолжая наблюдать за девушкой. Она, наконец, забрала стакан с кофе и пошла к лифту. Если понадоблюсь, я у себя. Коротко произнес мужчина и пошел к лифту. Персонал синхронно обернулся, провожая его взглядом. Утренний ритуал нарушен. Впервые за пять лет работы. И виновница – женщина. Ян шел к лифту, сгорая от злости. При этом сохранял хладнокровное выражение на лице. Эта женщина – любовница его отца. Ему давно известно об их связи. И, видимо, она, утратив окончательно совесть, решила идти до последнего. «Что ты здесь делаешь?» – прорычал мужчина, приблизившись к ней. Двери лифта открылись. Девушка, проигнорировав его вопрос, вошла в кабину. «Навещаю своего отца», – отчиханила она с легкой усмешкой. Ян вошел следом, нажав на кнопку нужного этажа, застыл, ожидая, когда откроются двери, скрыв их от любопытных взглядов персонала. «Своего отца?» – процедил Ян, как только закрылись двери. «Да, его перевезли из другой клиники». «Зачем?» – грубо оборвал ее Ян. «Почему мне не сообщили?» «Твой отец посчитал, что так лучше, учитывая наше с тобой общение». Юлия кинула его идеальный костюм насмешливым взглядом. Он мог обманывать кого угодно, вот только не ее. Ян поймал ее взгляд и пришел в ярость. Она умела вывести его из себя, не прилагая особых усилий. «Слушай, сука!» – мужчина резко повернулся, схватив ее за горло, сомкнул пальцы. «Я терплю тебя только по одной причине, тебе об этом известно. Но если моя мать узнает, я вытащу тебя на крышу и скину с нее. Уяснила?» «Да», – прохрепела девушка, кивая головой. Ян хмыкнул, затем отпустил ее, достав из кармана носовой платок, обтер руку. «Ты омерзительна, как и мой отец», – процедил он сквозь зубы. Двери лифта открылись, девушка выскочила первой и бросилась прочь. Никогда прежде Ян не обличал своих истинных чувств, держал под контролем эмоции, но, увидев ее в своей клинике, потерял голову. Его мать прикована к постели ровно год после перенесенного инсульта, не могла двигаться и говорить, и он всячески пытался уберечь ее. Ян хотел облегчить ее последние дни жизни. Она должна уйти легко, ничто не омрачит ее разум и душу. Он почти дошел до своего кабинета, как увидел отца. «Ян», – Владимир шел к сыну, взвинченный и хотел услышать объяснение. «Я не в духе», – рявкнул Ян, перешагнув порог своего кабинета. «Она не виновата», – Владимир вошел следом, прикрыв дверь. «Ты должен дать ей шанс. Ты можешь ее трахать, возить по курортам, покупать безделушки, но никогда не приводить в мою клинику. Если о вас узнают, я сверну ее шею, даю слово. Моя мать должна уйти в мире». Владимир с тяжелым вздохом опустился в кресло. Он понимал сына, но жизнь продолжалась. Катя помогла ему пережить эти сложные времена. Его жена беспомощна, а он нуждался в любви и понимании. «Никто не узнает, даю слово», – произнес мужчина с горечью. «Я не появлюсь с ней на людях». «Чудно», – ответил Ян, переодеваясь в халат. «У меня сложные операции, и мне не нужны эмоциональные пляски». «Ее отец умирает», – ответил Владимир, огорченный поведением сына. «Долго она не задержится». «Чудно, а теперь извини». Ян покинул кабинет, не желая дальше обсуждать тему, которая выводила его из себя. «Ян Владимирович», – раздался истеричный вопль медсестры. «Да». Ян обернулся, взяв под контроль эмоции, снова выглядел холодным и сдержанным. «Привезли девушку, черепно-мозговая травма, срочно вызывают вас. Идемте». Ян поспешил к лифту, готовый приступить к своим обязанностям. Все бытовые проблемы остались за закрытой дверью кабинета. Это его особый талант – отделять личное от работы. Спустившись в холл, мужчина бросился в реанимацию. Девушка лежала на хирургическом столе. Персонал оказывал ей первую помощь. «Отойди», – рявкнул Ян, отпихнув коллегу. «Давление 70 на 40», – озвучивал второй врач. «Открытая черепно-мозговая травма». «И наживая», – заключил Ян, осматривая пострадавшую. «Срочно операционную и вызывайте хирурга. Будет двойная операция. Что с ней случилось?» «Она работает в ювелирном», – ответил второй врач, Денис. «Ограбление». «Быстро в операционную», – скомандовал Ян. «Мы ее теряем». Персонал покатил коляску. Ян, прижимая руку к ее ране, бежал рядом. Девушка на секунду открыла глаза. Легкая улыбка коснулась ее губ. Затем она потеряла сознание. «Быстро, быстро», – вопил Ян, поторапливая коляску. «Где хирург?» «Я здесь». Хирург подскочил к коляске, вцепившись в нее. «Колотая рана в живот, скорее всего, начинается перитонит», – отчеканил Ян, вкатывая коляску в операционную. «Твоя работа». Хирург кивнул, и они оба кинулись переодеваться, пока персонал готовился к операции. Спустя час хирург, сделав свою работу, покинул операционную. Ян остался, продолжив свою работу, которая затянулась еще на три часа. «Зашивайте», – произнес усталый Ян, кивнув взглядом на мониторы. «Давление в норме, операция прошла успешно. Поздравляю, мы молодцы». Покинув операционную, Ян пошел в столовую выпить чашку кофе. «Подожди». Влад, хирург, догнал Яна у дверей столовой. «Молодец. Ты, как всегда, быстро принимаешь решение», – похвалил Ян. «Девушка будет жить». «Ей всего 22 года», – выдохнул Влад. «И такое пережить?» «Согласен», – Ян кивнул и направился к стойке. «Но мы дали ей второй шанс». «Сегодня утром было совершено ограбление ювелирного магазина бренда «Элит», – раздался голос диктора по телевизору. «Пострадавшая дочь владельца сети ювелирных магазинов, одна из жертв, Мария Соболева». «Ого», – присвистнул Влад. «Ты понял?» «Надо отдать распоряжение службе безопасности», – ответил Ян. «Сейчас набегут репортеры. Кофе подождет». Ян спустился в холл клиники. Его отец уже отдавал приказы. На площадке перед больницей уже толпились репортеры. «Сейчас приедет ее отец», – выпалил Владимир, подхватив Яна под руку. «Ты спас дочь влиятельного человека». «Это моя работа», – Ян выдернул руку и пошел к лифту. Он ненавидел все эти публичные выступления. По долгу профессии посещал необходимые мероприятия, при этом испытывая ужасный дискомфорт под пристальным взглядом репортеров. Приглашение на светские вечеринки вежливо отклонял, предпочитая проводить время в загородном клубе. Он хранил свои тайны, о которых не принято говорить в обществе. Послышался дикий рев толпы, защелкали фотокамеры. В холл ворвался человек в темном костюме в окружении охраны. «Здравствуйте, Олег Сергеевич». Владимир протянул руку мужчине. «Где моя дочь?» – выпалил Олег, ответив на рукопожатие. «С ней все будет хорошо», – ответил Владимир. «Мой сын и лучший хирург клиники сделали все и спасли ей жизнь». «Господи», – выдохнул с облегчением Олег. «Я вам обязан». Ян застыл у лифта. Он слышал этот голос прежде. Но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. «Ян, постой». Владимир поспешил к сыну, увлекая за собой Олега. «Отец, я же сказал, у меня много работы», – отчеканил Ян, обернувшись. «Мы знакомы?» Олег сверлил взглядом Яна, словно видел его насквозь. «Нет», – огрызнулся Ян и вошел в лифт. Он смутно припоминал, где мог слышать этот голос, и когда Олег приблизился, уловил аромат его одеколона. Так мог пахнуть только один человек. Ян поднялся в свой офис, проверив рабочее расписание, пошел в ванную комнату, смежную с кабинетом. Его лицо пылало, а, полоснув его холодной водой из-под крана, посмотрел на свое отражение в зеркале. В клубе только одно условие – никто не должен видеть лиц, но, похоже, этого недостаточно.